Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Давно что-то не было никаких выпусков моего влога. Ну что ж, пора наверстать упущенное. Наверстываю, и сегодня у меня книжный день. Я хвастаюсь новыми поступлениями в мою скромную библиотеку. Несколько дней назад я побывал в Кранотском заповеднике. Не на территории самого заповедника, а в конторе заповедника. И директор Кранотского государственного природного биосферного заповедника Петя Шпеленок подарил мне два фотоальбома. Первый фотоальбом вышел в свет в 2017 году к столетию заповедной системы России. Он называется «Кранотский заповедник среди вулканов и гейзеров». Вот такой вот альбом. А сейчас мы немножко посмотрим. Кранотский заповедник среди вулканов и гейзеров. Откладываю альбом Кранотский заповедник в сторону и беру в руки следующий альбом, тоже подаренный мне директором Кранотского заповедника Петей Шпиленко. Альбом называется «Камчатка-Южнокамчатский заказник имени Тихона Шпиленко». Этот альбом вышел в свет по печеньям известного фотографа Сергея Горшкова и приурочен к присвоению имени Тихона южнокамчатскому заказнику. Давайте посмотрим и этот альбом. Субтитры подогнал «Симон» Это был альбом о южнокамчатском заказнике имени Тихона Шпиленко. Откладываю его в сторону и беру третий альбом, подаренный мне, уже другим человеком. Это альбом одного из старейших камчатских фотографов-природников, Адама Кириленко, «Камчатка глазами фотохудожника». Фотохудожник, конечно, слово мерзкое, но Адам Степаныч, ввиду скудного образования, не понимает всю убогость этого слова. Здесь пытаются провоцировать провокаторы. А фотограф, надо сказать, Адам, хороший. Он снимает много лет, он ногами обошел весь полуостров. Причем получилось так. Когда-то он купил себе «Никон» и с этим «Никоном» обошел весь полуостров. Потом перешел на средний формат, на формат 6х7. И со среднеформатной камерой прошел опять по всему полуострову. А когда появилась приличная цифра, купил цифровой фотоаппарат и опять пересек Камчатку от юга до севера, с востока до запада. Итогом явился его альбом «Камчатка глазами фотохудожника». Альбом хороший, хоть Адам и выкручивает цвета. Даже чересчур концентрированный альбом из материала этого альбома можно было сделать два полноценных альбома. Красиво, эстетично. Давайте немножко посмотрим и этот альбом. Субтитры подогнал «Симон» Вот мы посмотрели альбом. Адама Кириленке «Начинается дождь». Я откладываю его в сторону, беру в руку самое интересное поступление в мою библиотеку. Ольга Ивинская «В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком». Эту книгу «Последняя любовь» Пастернака. Ольга Всеволодовна Ивинская написала в 1972 году. Кстати, на титульном листе так и указано «Москва 1972 год», хотя книга эта вышла в свет в Париже в 1978 году. И эта книга попала ко мне из библиотеки известной английской словистки Катерины Келли. А эта книга с ее личными пометками и с очень интересными вещами. Вот скажем, в конце вклеен конверт, в который Катерина Келли положила вырезку из газеты «Новое русское слово» 1978 года, июнь 1978 года, где Глеб Струве пишет о досадной ошибке, произошедшей во время выпуска этой книги. Получилось так, что на задней обложке книги опубликовано стихотворение Марины Цветаевой и указано, что это не опубликованный вариант стихотворения Магдалина Бориса Пастернака. Потом Катерина Келли, когда Ивинская в 1995 году умерла, вклеила вырезку из газеты «Нью-Йорк Таймс» о смерти Ивинской. Ольга Всеволодовна Ивинская была противоречивым персонажем, но не надо забывать то, что она действительно на протяжении 15 последних лет жизни великого русского поэта была его музой. Это точно. И книга «В плену времени» Кстати, название перекликается со строчкой Пастернака «У времени в плену». Книга Ольги Ивинской представляет значительную литературоведческую ценность. Ну и историческую тоже, потому что Ивинская рассказывает на страницах этой книги очень много малоизвестных фактов. Рассказывает там о малоизвестных событиях. Но это не точно. А вчера, кстати, уже отвлекаясь от книжного дня, но мы еще к книгам вернемся, вчера я прокатился от поселка Пиночево к бывшей лесопилке. И сейчас покажу видео с регистратора, показывающее, какая там дорога. Более эффектно выглядит дорога на обратном пути, где машина ложилась. Бывала под углом 30 градусов и была близко к переворачиванию, к опрокидыванию на бок. Ну что, посмотрим ускоренное видео с видеорегистратора. Смотрим. А вот так получается, ребят. Да видно, сдаюсь я на Камчатке. Точно сдаюсь я на Камчатке. Хватит не играть с собой в прятки. Точно сдаюсь я на Камчатке. Хватит не играть с собой в прятки. Но мог сказать так только идиот, Что прожить здесь можно только год, Что уехать можно через год. Что меня, мол, кто-то где-то ждет. Жду я, мол, кто-то где-то ждет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и напоследок. Напоминаю, что один раз в месяц я устраиваю Среди тех, кто сделает на развитие канала донаты, Так называемые донаты, то есть пожертвования на номер карты, указанный в описании под роликом, Те люди принимают участие в розыгрыше какого-нибудь из моих фотоальбомов. Сегодняшним выигравшим альбом стал Сергей Александрович П. Перечисливший деньги на карту. Один из тех, кто перечислил донат. Немножко покажу этот альбом. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, альбом об Усть-Камчатском районе выиграл Сергей Александрович П. А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится иногда смотреть, какие книги у меня появляются, Пишите комментарии. И не забудьте, если вы здесь впервые, Выполнить вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра, Для того, чтобы не пропустить новые видео, А я заканчиваю свой сегодняшний видеодневничок, Потому что дождь усиливается. До свидания.